Вы помните стадион наш Динамо, наша национальная гордость, что там творилось, вы знаете, я не буду напоминать, а Чижовка, это уже имя нарыцательное было, этим названием детей вообще-то пугали тогда. Считалось и во многом не без оснований, что в этом районе сплошное пьянство, криминал, зайти туда страшно было, ну а нынешняя Чижовка, вы ее видите и можете люди постарше сравнить. То же самое Лошадь, Сауручье, Красный Бор, на этих местах мы построили самые продвинутые и современные микрорайоны. Долгостроев тогда было очень много, один пример дворец республики. Все это мы пережили, и я помню, когда я пришел в старую библиотеку, архитекторы, которые давно-давно нарисовали нынешний алмаз, попросили меня рискнуть и построить это здание. Мы провели вторые европейские игры, для нас это было важно, это был прорыв, если хотите, дипломатический прорыв. Но, во-вторых, мы очень сильно подтянули Минск, мы построили новые спортивные объекты, кто-то критически к этому относится, а надо, не надо, а я считаю, что все, что мы тогда создали, это останется даже не нам, а нашим детям. И сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.